Новый выпад федеральных чиновников в сторону парикмахерского бизнеса – самая обсуждаемая тема сегодня. Теперь каждый мастер примеряет на себя новые требования. Как, например, должно выглядеть изолированное помещение для стрижки площадью не менее 4,5 квадратных метров? Хватает ли подсобных помещений, как того требует правило? И почему нельзя удалять остриженные волосы кисточкой, как раньше? Скорее всего, сразу же повысится рост цен, и это будет, наверное, тяжеловато многим горожанам. И так, вроде бы, цены такие достаточно, не низкие. Если это еще вырастет, то это очень сильно может отразиться. Практически в любом помещении есть что-то, что не соответствует. Так что тут придется очень много вложить денег, чтобы полностью соответствовать на 100%. Новые требования коснулись и косметологов. В их кабинете отмене должно быть не меньше трех рабочих мест. Правила предоставления такой услуги, как солярий, теперь тоже строго регламентированы. Новые лампы. Удобно, комфортно. Отдельное помещение. Шикарно. Теперь этого для качественной услуги недостаточно. По новым требованиям надзорные органы могут проверить, соблюдается ли температурный режим. В кабинке должно быть не больше 28 градусов, а в помещении, где она стоит, не меньше 18 и не больше 24. Кроме этого, отделка помещения должна предусматривать влажную уборку и дезинфекцию, а вентиляция обеспечивает 3-4-кратный воздухообмен в час. Обозначили в требованиях и регламент предоставления таких услуг, как татуаж, пирсинг, эпиляция. Более того, в современных правилах есть какой-то порядок и алгоритм действий для работников парикмахерских, скажем, случаев выявления больного, пораженного в шауме. Раньше предъявлялись требования к наличию средств, которые должны быть, а вот алгоритм действий, что, куда, направлять, сообщать, в общем, этого не было. По мнению Череповецкого Роспотребнадзора, о плюсах и минусах новых требований пока говорить рано. Правила вступают в силу с 1 августа. Насколько они выполнимы, покажут грядущие проверки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова